Весенний вернисаж. Под таким названием развернулась выставка живописи в торгово-развлекательном центре. Авторы картин – учащиеся в специализированной школы-интерната для одаренных в искусстве детей имени Ермека Серкибаева. Ангелина Плохотина любит рисовать природу, людей, поэтому тема весны пришлась ей по душе. Свою работу девушка назвала «Все дышит обновлением». Я решила изобразить инжир, так как он заворожил меня своими красками. Инжир – это такой изумительный фрукт с востока. Также мы можем заметить, что блюдце стоит на вот таком ковре с орнаментами, а рядом проглядывается веточка инжира, а на ней пробегает маленькая божья коровка. И выглядывают лучики весеннего теплого солнышка. Этим я и решила показать возрождение весны. Эту работу я изобразила гуашью, потому что я посчитала правильным, что гуашь сможет передать как и яркие, так и нежные краски весны. После продолжительной белоснежной зимы многогранность весны поражает воображение. Столь же многогранна это время года, пожалуй, как и женщина. Адима Абай весеннюю красоту изобразила в девушках. Картина носит название «Вечно прекрасное». Я этот рисунок изобразила к теме наурыз трех девушек с национальной одеждой. Для этой работы сделала с краской акварель и гуашь. Мне 11 лет, я решила заниматься художеством, потому что я люблю рисовать. Авторам этих картин от 10 до 16 лет. Каждый постарался вложить собственное видение, какую-то изюминку в работу. По словам их преподавателя Евгении Джаманчаловой, выставляться ребятам очень важно для профессионального роста. Оценить себя в условиях выставки – это прекрасная возможность остановиться здесь и сейчас, оценить ситуацию, на каком этапе роста я нахожусь. А что касается тематики представленной их работы, здесь речь идет о таких жанрах, как натюрморт. Возможности декоративного натюрморта неограниченные. Каждый проявился в своей работе и продемонстрировал свое видение темы. На выставке представлена 31 работа. Это своеобразный рекорд, признается педагог. Ведь с каждым годом количество авторов, представляющих свои труды на всеобщее обозрение, становится все больше. Ознакомиться с работами можно до 4 апреля включительно. Диана Салихова, Ширния Сыманов, МТРК